Зачем Бог дал человеку свободную волю? Ведь часто про эти воли собственные, как много пишите, сказали. Ну, я уже сказал, что был бы не человек, если бы не было свободной воли. Это ясно. Он был бы животным. Причем гораздо хуже, потому что он бы понимал, а сделать ничего бы не мог. Как безвольные люди. Вот, а зачем дал? Дал для того, чтобы человек стал сыном Божьим по благодати. Вы боги, как я вам сказал, вы боги и сыновей Вышнего все вы. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, совершенен, совершенен, совершенный, то есть есть. Оказывается, только благодаря свободе человек может достичь богоподобной высоты, богоподобного достоинства. Без этого условия, без наличия свободы, он бы так и остался на уровне животного царства. Только потому, что человек создан человеком и предназначен к этому. Только поэтому и свобода. Потому и свобода. Иначе человека бы просто не было. Она является необходимым условием для того, чтобы человек стал сыном Божьим по благодати. И приобрел величайшие блага, о которых сейчас, к сожалению, ну, которых мы не чувствуем. Но святые отцы решительно это утверждают. Преподобный Серафим, например, говорил, наш преподобный говорил, что человек согласился бы жить вечность, жить сколько угодно, в келье, наполненной червями, которые бы постоянно его грызли, только бы не лишиться, не лишиться того блага, которое Господь дает, дает своим людям. И мы видим, что в истории христианства, в истории мученичества, например, когда некоторые святые среди самых жестоких мук вдруг говорили, как, например, великомунщик Евстратий, мучения эти – суть радость рабам твоим. Вы слышите? Это поразительные вещи. Никон Беляев, последний оптинский из оптинских старцев, когда его арестовали и надругали всячески, то оттуда из тюрьмы писал, радости моей нет предела. А он заболел туберкулезом, посадили его со шпаной, над ним там издевались, уж не говорю, остригли, обрили, сорвали все священные одежды, находился в ужасном положении. И вдруг такое письмо – радости моей нет предела. Вот, оказывается, к чему предназначен человек, но это возможно только при наличии свободы.